Всем привет! У меня в руках новинка от Bloody, игровая механическая клавиатура называется S87 Energy. Модель выделяется укороченным форм-фактором, новыми свечами BLMS Red Plus с поддержкой hotswap и полноценной RGB-подсветкой. На обратной стороне коробки перечислены отличия новых красных свечей, особенности конструкции, а именно наличие прослойки из силикона и силиконовыми накладками для уменьшения шума при печати, ну и прочие характеристики модели. В комплекте идет простенькая инструкция, это такой небольшой буклетик с буквально тремя страницами полезной информации, но на них рассказано все, что вам нужно знать, а именно сочетание горячих клавиш и процедура замены свечей. Также в комплекте идет небольшой набор кейкапов обычного черного цвета, Type-C кабель серого цвета с резиновой оплеткой, которая мне, честно говоря, не очень нравится, а также дюжина запасных свечей и инструмент для их замены, и, конечно же, снятие кейкапов. Сразу посмотрим на новенькие свечи. Это Red Plus, то есть линейные, не кликающие, с более мягким и плавным ходом. Конечно же, при желании вы сможете установить свои любимые свечи, но, в принципе, лучше сразу изначально брать клавиатуру с подходящими вам свечами, чтобы не заниматься самодеятельностью. Теперь посмотрим на саму клавиатуру. Ну и в первую очередь предлагаю посмотреть на нее снизу. Тут мы видим гнездо Type-C для подключения кабеля и три канала для вывода кабеля вперед или вбок, влево или вправо. Еще один плюс — двойные ножки, то есть можно выставить угол наклона поменьше или побольше. Вроде как это 3,8 градусов. Также есть фиксированные резиновые ножки, и, учитывая немалый вес клавиатуры, по столу она совсем не елозит. Эта модель относится к формату TKL, то есть тут не полноразмерная раскладка, тут нет цифрового блока, а клавиш всего 97, плюс фирменная клавиша Blady для программирования макросов. Единственное, что меня прям сильно смущает в раскладке, так это ряд клавиш F1 и F12, в котором нет привычных разделений на три группы. То есть, например, между клавишей F4 и F5 нет пространства. Они отличаются лишь цветом, который на ощупь, естественно, не разглядишь. В остальном все стандартно, поэтому привыкаешь быстро. Кикапы двойного литья простенькие, часть клавиш красные геймерские, при желании их можно заменить на черные. Конечно, минусом для кого-то будет то, что символы на клавиатуре даже с включенной подсветкой днем достаточно плохо различимы, а без подсветки так и вовсе не видно ничего. Кириллицы и латинцы стоят в один ряд. Это особенность подсветки механических переключателей, ибо светодиод установлен сверху, и центр кикапа просто тупо не подсвечивается. Собственно, у подсветки есть 10 вшитых режимов работы. Их можно переключать прямо с клавиатуры по сочетанию клавиш FN и цифр от одной до нуля. Есть и всякие переливы, мерцания, следы, подсветка рядов под нажатию и просто равномерная подсветка одним цветом. Яркость настраивается, некоторые режимы тоже индивидуально настраиваются. Короче, красиво, но, как по мне, не помешала бы более высокая яркость, чтобы символы были лучше видны. Также клавиатура оснащена встроенной памятью для хранения макросов, которые можно запрограммировать как непосредственно с самой клавиатуры. Собственно говоря, для этого и выведена отдельная кнопочка с фирменным лейблом Bloody, так и через фирменное программное обеспечение, которое у этой модели поддерживается. Также не забываем про дополнительные мультимедийные функции, которые заведены на верхний ряд клавиш, которые вызываются при одновременном нажатии с клавишей FN. Можно регулировать громкость, управлять воспроизведением. Также можно отключить клавишу Windows для того, чтобы во время игры случайно не выбежать на рабочий стол. Ну и, наконец, мы подошли к самому интересному, к тому же, как эта клавиатура звучит при печати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственный косяк это пружинки пробелов. При многократных быстрых нажатиях они звенят и сильно портят общее впечатление от реально классного тайпинга. С другой стороны, при обычной печати их звон не слышен. Только если прям специально быстро бить по пробелу. Но смазка явно бы им не помешала. Да и самим свечам так же, ибо иногда металлический звон пружин все же прорывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот так звучат персики, мои тихие, о которых я делал видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот так звучит достаточно громкая мембранка. А вот так звучит мембранка из фикс прайс за 300 рублей. И так, что имеем по итогу? Ну, во-первых, на мой взгляд, Блади все-таки потихонечку движется вперед. Потому что хотсвап, новые механические свечи очень неплохие, шумоизоляция практически такая же конструкция, как и в модели S98. То есть, в принципе, чувствуется прогресс. Да, понятно, что кто-то может сказать, что прогресс мог бы быть гораздо более быстрым, не такими мелкими шажками двигаться. У многих конкурентов за подобные деньги можно найти модели с более качественными свечами, с более качественной шумоизоляцией и еще более приятным тайпингом. Но все-таки давайте не забывать, что Блади это игровая периферия. То есть, тут во главу угла в том числе и стоят и игровые фишки. То есть, встроенная память, поддержка макросов, поддержка фирменного программного обеспечения и все такое прочее. Плюс, не забываем, что сетапы от Блади, они мало того, что и смотрятся очень классно, но вдобавка в играх все-таки демонстрируют себя очень-очень неплохо. Это было мое мнение. Своё вы можете писать в комментариях, не забыв оценить видео лайком, дизлайком, подписываясь на канал, жмакайте на колокольчик, если хотите одним из первых узнать о выходе нового видео. Но меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!